Нынешний форум недели женского здоровья стал юбилеем. Мы отмечаем 15-летие ставшего традиционным мероприятием, проводимого на Нижегородской земле. Частота заболеваемости, серьезность последствий для репродуктивной сферы и общих показателей здоровья женщин и детей, а также социально-экономическая значимость проблемы и потенциальные демографические потери для страны, безусловно, требует особого отношения к состоянию и развитию акушерско-гинекологической службы, как к приоритетной отрасли здравоохранения. Коллектив сотрудников кафедры акушерства и гинекологии Нижегородской государственной медицинской академии работает в тесном тандеме с представителями Департамента здравоохранения Нижегородской области, проводя большую клиническую и организационно-методическую деятельность по созданию необходимых условий для доступной и эффективной акушерско-гинекологической помощи в регионах. Постоянный поиск, предложения по внедрению нового, прогрессивного, более современного – вот что характеризует эту совместную работу. «Неделя женского здоровья» – это такой знаковый форум Нижегородской области. Татьяна Семеновна Качатина, будущая заведующая кафедрой, вызвала меня и сказала, «Вера Легна, надо проводить этот форум». И тогда мы вдвоем с ней продумывали и тематику форума, и место проведения, и вызывали лекторов. Конечно, это было сначала очень-очень тяжело. Но основной целью все-таки было это просвещение наших докторов. Мы хотели, чтобы они самые лучшие, самые новые узнавали на месте, не выезжая в другие города, не выезжая в столицу. Когда у нас была проблема с кровотечением, мы приглашали лекторов, которые рассказывали, как бороться перед кровотечением, как предотвращать, как лечить постгеморрагические анемии. Когда у нас была проблема с гистосами, мы занимались именно этой тематикой. Но потихонечку вот эти вот такие вот злободневные тематики менялись на другую, которая была актуальна в тот данный момент. И мне очень радостно, что этот форум идет до сегодняшнего дня, что он интересен, и что он стал не только нижегородским, он стал межрегиональным. И к нам приезжает весь Приворужский округ и в лице главных специалистов, и в лице просто докторов, и лекторов. Нижегородская область является родиной выдающихся лидеров в акушерстве и гинекологии, оставивших огромное наследие в деле становления и развития службы не только в масштабах региона, но и страны в целом. К ним относятся такие личности, как профессор Алевтина Федоровна Добротина. Доктор медицинских наук, профессор Добротина Алевтина Федоровна с 1971 по 1991 год заведовала кафедрой акушерства и гинекологии Нижегородской медицинской академии. Основным научным направлением кафедры в те годы была разработка темы нейроэндокринные нарушения женщин вне беременности, во время беременности и в родах. По результатам научных исследований было опубликовано более 300 научных статей, три монографии. Выпущен спорник научных трудов сотрудников кафедры. Изданы также две методические рекомендации с республиканским уровнем внедрения. Оформлено 16 раз предложение. Под руководством профессора Добротина защищено две докторских и 20 кандидатских диссертаций. Профессор Добротина стала основоположником Отечественной школы эндокринной гинекологии, которая получила в том числе и мировое признание. С учетом особого статуса и заслуга профессора Добротина, ее вклада в развитие медицины в сфере охраны женского здоровья и в целях увековечивания памяти врача-акушера-гинеколога и общественного деятеля, правительством Нижегородской области в 2012 году издано распоряжение о присвоении имени Алевтины Федоровны Добротиной государственному бюджетному учреждению здравоохранения Нижегородской области «Родильный дом номер 4 Ленинского района города Нижнего Новгорода», в котором она проработала более 15 лет. Алевтина Федоровна Добротина вместе со своими коллегами-единомышленниками стояла у истоков многих прогрессивных нововведений, и форум «Неделя женского здоровья» не стал исключением. Основными задачами форума являются обсуждение проблем женского здоровья, включая социально значимые заболевания, повышение квалификации врачей-специалистов и просветительская работа с населением. Руководителем кафедры акушерства и гинекологии в те годы была профессор Качалина Татьяна Симоновна. При составлении программы мероприятия были сделаны акценты на те проблемы, с которыми сталкивались врачи-акушеры-гинекологи. В этом году, 15-е по счету недели женского здоровья, инициаторами ее были как сотрудники кафедры и департамент здравоохранения. Кстати, главным специалистом там был, выходят с кафедры акушерства и гинекологии совершенно великолепные специалисты-акушер-гинекологы Станислав Петрович Ликонцев. Вот с ним вместе все, с этого момента все и начиналось. Почему у нас возникла такая идея? Да потому что вот в таких продвинутых российских регионах, таких как Екатеринбург, Ростов-на-Дону, там уже проходили такие вот областные акушерские гинекологические конференции, и мы решили по образу и подобию создать то же самое. И первые недели женского здоровья, они были у нас четко тематическими. Основная наша задача, чтобы практические врачи извлекли пользу для себя, для своей каждодневной работы. Вот в настоящее время главный специалист, акушер-гинеколог, это выходят с нашей кафедры Ольга Владимировна Мануиленко, поэтому и в процессе подготовки к неделе женского здоровья мы с ней очень тесно сотрудничаем, конечно же, и абсолютно понимаем друг друга. Базами для проведения форума в разные годы становились конференц-залы и аудитории Дворца культуры ГАЗ, Нижегородской клинической больницы имени Симашко, Детской областной клинической больницы, Театр куклы, Конгресс-центра «Маринс Парк» отеля, а также женских консультаций города Нижнего Новгорода. В этом году это уже 15-й форум, который мы посвящаем памяти нашего выдающегося профессора, почетного профессора Нижегородской медицинской академии Алисина Федоровна Добротина. И каждый раз, составляя программу форума, мы акцентируемся в наиболее сложных проблемах, для того, чтобы врач получил четкий алгоритм действия. И то, что этот форум прижился, говорит о том, что практические врачи, акушеры-гинекологи действительно получают ту информацию, которая им нужна. Идет обмен опытом между практическими врачами. Они узнают о новинках специальности. Основная цель этого форума – снижение показателей материнской и младенческой смертности. И действительно, за последние годы мы видим положительную динамику. Количество участников мероприятия постоянно увеличивается. В начале организации «Неделя женского здоровья» было зарегистрировано около двух сотен слушателей. А под данным на 2013 год, более 450 человек приняли участие в работе форума. Традиционно в рамках форума предусматривается проведение научно-практической конференции для врачей-акушеров-гинекологов и врачей смежных специальностей. Занятия для среднего медицинского персонала на актуальные темы. Консультативные семинары для будущих мам в лечебно-профилактических учреждениях города. Лекции для студентов вуза по здоровому образу жизни и сохранению репродуктивного здоровья. Мероприятия по санитарному просвещению населения и оказание консультативной помощи мамам и детям. Служба акушерства и гинекологии в Нижегородской области всегда отличала высокий уровень профессионализма. Так исторически сложилось, что акушерство и гинекология у нас было одной из ведущих дисциплин. Сейчас мы работаем в достаточно непростых условиях, но, тем не менее, наш профессиональный уровень продолжает расти. Я не могу не коснуться такого показателя нашей работы, как цифры, которые характеризуют службу детства и родоспоможения. Это, безусловно, снижение младенческой и материнской смертности, которая невозможна без активного участия наших врачей, без их профессиональной работы, которой они отдают все свои силы. Конференция объединяет научных сотрудников, организаторов здравоохранения и практикующих врачей из Нижегородской области, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Иваново, Чебоксар, Ижевска, Саранска, Кирова и других регионов страны. В ходе мероприятия главный специалист знакомит аудиторию с данными статистики по основным показателям работы Акушерско-гинекологической службы региона, новыми приказами, стандартами и порядками оказания Акушерско-гинекологической помощи. В основе сообщений докладчиков лежат современные клинические рекомендации по лечению бесплодия и невыношенной беременности, воспалительных заболеваний, патологии шейки и маски, гиперпластических и опухолевых процессов женской половой сферы, аномальным маточным кровотечением, тромбоэмболическим осложнением. Врачи-акушеры-гинекологи, педиатры-неонатологи, анестезиологи, реаниматологи и трансфузиологи рассматривают комплекс проблем, связанных с репродуктивным здоровьем женщин и новорожденных. Кроме того, инновационные методы в диагностике и лечении гинекологических заболеваний, пути решения проблем патологических состояний во время беременности, родов и послеродовом периоде, современные тенденции гормональной контрацепции – вот темы, которые традиционно обсуждаются в ходе научно-практических докладов. В рамках форума также проводятся специализированные выставки медицинских изделий, медикаментов и технологий при участии фармацевтических фирм. Активное участие в организации форума принимает издательство Remedium. В 2004 году был выпущен первый журнал «Медицина женщины», приуроченный к «Неделе женского здоровья». С тех пор мы уже 11 лет являемся официальным партнером Министерства здравоохранения и медакадемии по организации форума «Неделя женского здоровья». Сегодня юбилей форума. Как говорил Владимир Маяковский, юбилей – это остановка в пути. А стоял немного – и дальше гудей. Вот и мы не собираемся останавливаться, так как понимаем, что жизнь – это движение вперед. Я верю и надеюсь, что созданный за 10 лет альянс между нашим издательством, кафедрой и отделом родовспоможения Министерства здравоохранения Жигародской области и в последующие десятилетия будут направлены на развитие профессиональных медицинских коммуникаций. Желаю всем участникам форума продуктивного диалога достижения наличных целей. На сегодняшний день уровень форума межрегиональный. Охват обсуждаемых проблем, широта аудитории существенно превосходит тот скромный масштаб, который имел место в начале становления данного мероприятия. Как отмечают специалисты, форум «Неделя женского здоровья» в течение минувшего времени по праву стал одним из главных событий года в акушерстве и гинекологии Нижегородской области и всего Приволжского федерального округа, где врачи имеют возможность получить самую свежую и полезную информацию, обсудить волнующие их вопросы и обменяться опытом. И самое главное, после этого форума есть желание опять идти на свое рабочее место и трудиться уже в новом качестве.